Состязания продолжаются на этой неделе. На нашем канале стартовал второй этап кастинга телепроекта «Конкуренция». Почти из 100 человек члены жюри отобрали только 8. Каждую неделю на протяжении месяца участники будут выполнять задания жюри, снимать сюжеты и даже писать статьи. В бизнес-центре «Сити Холл» жюри подвело итоги первой недели полуфинала. Как справились со своим первым заданием участники, расскажет Анастасия Куклева. Радость и волнение, такие смешанные чувства испытывают участники проекта «Конкуренция». В «Сити Холл» они показывают жюри свои первые работы. Мне понравилось. Я такое делала первый раз. Так эмоционально Мария рассказывает о задании первой недели кастинга. Конкурсантам нужно было снять опрос. Девушка никогда раньше не работала журналистом, поэтому со всеми этапами съемочного процесса Мария познакомилась впервые. Говорит, самое страшное было видеть себя на экране. Я, конечно же, напряглась, захотелась так вот спрятаться, чтобы это ничего не смотреть, но я все-таки себя пересилила и досмотрела видеоролик до конца. Для меня готовый продукт был показательный, потому что я увидела все свои проблемные и слабые места, над которыми нужно работать. Недостатки не только увидели, но и услышали о них. Члены жюри подробно рассказали участникам про все плюсы и минусы их работы. Но даже самую строгую критику участники восприняли с улыбкой и обещали прислушаться. Наверное, мне все-таки не хватает немножко серьезности. И все темы, которые не по мне, мне их лучше, конечно же, не брать. Работаю я там, я не знаю, в юмористическом жанре, лучше тогда и продолжать. А тут как-то получается ни складуха, ни ладуха, но тем не менее, я думаю, всех порадовала, всех повеселила. Несмотря на то, что жанр один, подход к работе каждый выбрал свой. Одни участники импровизировали, другие продумывали все до мелочей. От собственного гардероба до речи в кадре. При оценке работ жюри обратила на это особое внимание. Нравится мне, как со мной журналист общается, нравится мне, какие он вопросы задает. Нравится мне он, в чем он пришел, как он выглядит. Значит, он молодец. Потом смотрю просто на результат. Если получилось интересно, если хочется смотреть, если там весело, забавно и тема хорошая, то тоже молодец. Жюри приготовило для участников кастинга небольшой сюрприз. В конце вечера они показали финалистам видеообращение саратовского фотографа Антона Миславского. Несмотря на то, что сейчас он находится в Тибете, он также ознакомился с работами. И в качестве сюрприза отдал свой бонусный бал одному из участников. И на этой неделе мне понравилась работа Дарьи Матвеевой за свою динамичность, за интересных собеседников и отличную подводку сюжета. Даша, один бал. Оглашать победителя сразу не стали. Когда все участники ушли, члены жюри обсудили их работы и выставили заслуженные баллы. Лучший результат у Дарьи Матвеевой. Она набрала 21 балл. Анастасия Куклева и Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.